для нашей ситуации пастух с помощниками ну вообще вот это интересная такая вот как можно охарактеризовать страсть что это какое-то наваждение психологическое расстройство ну не наваждение а это нравственное качество в моей ситуации это паранойя ну то есть это это некое заболевание это некое заболевание это как минимум искаженная психика искаженное сознание это как это патология причем в этом случае это такое но в любом случае инициировано не кем-то а эта личность сама инициировалась и сама превратилась в такой вот клише в такую формулу это произошло самопревращение как куколка трансформация сознания автотрансформация сознания произошла извольте видеть и я думаю, что он считает себя в полной безопасности и предпринимает все действия реальные действия не на словах, а на деле управляет ситуацией, чтобы общество продолжало оставаться стадом это гарантия безопасности пастуха и его помощников то есть получается смотри, а вообще общество как ты выражаешься, стадо это общество в страсти нет оно бесстрастное народ безмолвствует как им известно вот они находятся в этом трансе они между небом и землей они и не страстные и не бесстрастные ну я бы сказал даже не то, чтобы в трансе они в некой прострации находятся стадо находится в некой прострации понимаешь? а находясь в прострации в метео да, находясь в прострации без управления внешнего управления не обойтись вот это внешнее управление стадом находясь в прострации пастуха осуществляет люди в метеоризме Метеоризм по-гречески В таком воздушном подвешенном состоянии Метео это воздух То есть человек находящийся В состоянии метеоризма В животе метеоризм Вдутие, воздух Он как бы На грани И задача пастуха И его помощников В том, чтобы постоянно считывать Состояние этой прострации Этого метеоризма Считывать, определять уровень И формы изменения И управлять, манипулировать Слушай, ну это Это 100% Искусство управления Искусство, как говорили Древние И кстати, боевые искусства Джудо в частности Искусство вот этой мягкости Управления, оно и есть Если человек владеет вот этим Блин, это вообще Изучайте дзюджу И будете Бестрастно управлять страстями Не факт У вас появится шанс Вот это будет, не будет Мне понравилась безопасность Ну нету 100% уже Правильно? Ну ничего Ну нету 100% И вот Увеличивается просто процент Какой-то Ты увеличиваешь Вот если ты занимаешься То есть Если ты попадешь в ситуацию У тебя процент Выживания Увеличивается 5-10 А если ты тренируешься Мастер До 80 доходит До 90 Но не всегда 100 То есть Какие-то могут быть Это только в кино По сценарию Главное превалировать Допустим Смотри У тебя 80 А у пастуха И всей его команды 78 Вот это важно Понимаешь? Вот они все Эта команда Она усрется Но в данном случае Она ничего поделать С тобой не может Если завтра Будет у них 81 А у тебя останется 80 Извини Нет Ну я Про что хотел сказать Что говорит А почему у нас так происходит А потому что 70 лет Развивалось коллективное сознание Все общественное Все это А последние Сколько там 30 лет Развивается индивидуальное И вот Время должно пройти Слушай Вот смотри Есть коллективное Как ты говоришь Мышление Да Есть индивидуальное мышление Да А какое еще может быть мышление Ну мы же в двоичной системе То есть другого не может быть Ну индивидуальное Коллективное А какое еще Ну искусственный интеллект Появится этот третий уровень Который скажет Вы что тут Для вашего блага Надо вот сидеть по домам всем Вот вам пища Там в пакетиках Будет присылаться И все Ну смотри Вот речь идет о сознании О сознании Это какая-то Какая-то энергия Ты понимаешь Да А вот когда Стадо находится в прострации Это коллектив Но он ничего не излучает Тут ни о каком коллективном сознании Речи не идет Тут коллективный ноль Не фонит Не фонит Стадо не фонит И надо поддерживать Ну допустим Как лебедь, рак и щука Ну вот в сказке В разные стороны Движение Когда начнется Ну опять Кто-то должен с кем-то объединиться Идея с человеком Ну допустим Человек с человеком Тогда появится что-то такое Третье Ну мужчина с женщиной Ребенок появился То есть Женщина не может сама Захотела ребенка Нужно привлечь к кому-то Мужчина захотел Тоже не может Тоже нужно Ну так просто устроено Вот смотри Мы как-то Другого Ну все русские Задаем вопрос Что делать там Допустим такая ситуация Стадо Вот эта вот масса Вот это вот состояние Пастухи Если по периметру Распределяться Они могут воздействовать Там Ну на На какую-то Вглубь На какое-то расстояние Да А если внутри Вне их досягаемости Начнется какой-то Инициатор какого-то процесса На который они Воздействовать не могут Они просто не могут Достать там до него Там да И этот процесс Начнет волнообразно Расходиться в стороны То может получиться Такая ситуация Такая ситуация Когда Когда он дойдет До пределов Их досягаемости Их потенциал Не в силах Будет его сдержать А как было раньше В 90-е Полицейские боялись Бандитов Ну вот Да Именно так А потом По щелчку Как бы все это Как выключили Ну не выключили А постепенно Все это ушло Не постепенно А резко все Ну достаточно резко Резко Трансформация Как резко появились Так резко исчезли Так что все Но мне нравится Как вот Если день города Допустим Да Взять Москвы Да Все приходят Обыватели Как Оу Праздник Артисты там бегают А он готовится Там за год Закладываются деньги В бюджет Пишется сценарий план Готовятся площадки А для просто Стороннего наблюдателя Это как О Сразу все пришли Там Так и здесь Вот Что Просто так Нельзя Все захотели Там в один момент Здесь собрались То есть Должна быть Какая-то Определенная работа Промывания Там мозгов Чего-то Причем Должно под эту базу Обоснование Чтобы ты все бросил И куда-то пошел Понимаешь Ну Айсберг Как есть Надводная часть Есть подводная То есть Тебя должны вести В некое Подвести к страсти И ты пойдешь К этой Нет Вот смотри Мы с тобой говорили Вот ехали Когда сюда Есть инструментарий Который подвластен Пастуху И его помощникам Понимаешь Но есть Также инструментарий Которым они не владеют И по разным причинам То ли они его Не взяли во внимание То ли они посчитали Его ненужным И серьезным И вдруг Вдруг Именно этот инструментарий Начал работать Не в их руках А в руках Внутри Вот этого самого Стада В этой массе А у них Они противодействовать им Не могут Потому что Они не владеют Вообще Понимаешь И этот феномен Этот феномен Как раз И он Исторически повторялся Много Много Раз Если посмотреть На историю Развития человечества Он очень Такой Ну да Сносится Царский режим Насколько он Такой крепкий был Раскачали Раскачали Страсти Ходят По земле Ну нет А чем закончилось Берегись Пока Пока Слово Трансформируется Только Джудо Поможет Да нет А что Японцы молодцы Ладно Айкидо Нет Я не про Айкидо Ладно Сам Не про японцев Что Ну взяли У них же армии своей нету Что они На весь мир Свою культуру накинули Круто 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 Я считаю И все Только вот Суши И держите Суши Соблюдайте Бусидо Кодекс самурая Не нашего богатыря А почему-то Какого-то самурая А почему Страсти Потому что Бродят по земле На этом Разговор о страстях Мы заканчиваем Они кипят Занимайтесь Боевыми искусствами Да Ну изучайте Держите свои страсти В узде Сдерживайте Сдерживайте Присылайте вопросы Осаживайте Присылайте вопросы А порочные страсти Надо на корню Да И кстати В боевых искусствах Есть определенные техники Вот то что сказал Влад Страсть идет Ты просто раз И становишься с ней И она ноль становится Ну Нивелируешь Есть техники Аши вазы Там ногами Есть техники Там Руками Есть техники Туловищем Есть с падением Есть техника Сутеми В партере Техники Там всякие Удушающие Болевые Вот И таким образом Можно 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 Контролировать Страсти Ну как мне понравилось Если мы через японское Говорим Что у меня там Алебарда Или меч И мы деремся В бою Деремся Деремся Сломалось Что делать Руки остались Ну как бы Это работа с оружием Мы друг друга бьем 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 Крате появилось Скажем так Уже устали Упали Борьба появилась То есть Не то не то А потом Когда и так устали Любовь пришла Когда упали уже До новых встреч